Молодежная культурная столица Многие ребята согласились поступать к нам в институт, признали, что это очень интересно и престижно учиться в нашем Сибгувке. Так как многие даже здесь спортсмены были. За год это наше третье мероприятие. Ну а также мы ходим в различные колледжи, в различные школы и проводим там профориентацию. А пока старшеклассники определялись, в спортивном зале участники культурной столицы организовали веселые старты для младших школьников. Сегодня было очень-очень интересно. Мне вообще сильно все хорошо понравилось. Нам рассказывали, как стать так же, такими ногтами сильными. Мы все это поняли и будем тренироваться каждый день. Показать свое мастерство в Новоаршавку приехала команда уличных атлетов. Пропагандисты здорового образа жизни уже второй раз принимают участие в молодежной культурной столице. Стритворкаут или уличный спорт доступен всем. Он развивает силу и выносливость. Примечательно, что здесь у этого вида спорта уже есть свои маленькие поклонники. Мы ездим по районам Омской области, Новоаршавске, Вазово и пропагандируем наше движение, то есть именно стритворкаут. Они когда мотивируются, вот именно смотрят на наши элементы выступления, у них горит огонь в глазах. У них есть куда расти и есть цель развития. Не сразу, но я всегда люблю полазать. Я даже по горам люблю лазать. Нам понравилось представление и мы хотели еще бы прийти сюда. Мы сами занимаемся кувырками. По традиции во второй половине дня старшеклассники и команда студентов молодежно-культурной столицы провели баскетбольный матч. На этот раз новоаршавские спортсмены оказались сильнее мячей. Все было очень хорошо. Много было таких интересных моментов. Болели за наших мальчишек. В этом году мероприятие «Молодежная культурная столица» посвящено празднованию 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Чтобы немного облегчить жизнь пожилым жителям Новоаршавки, омский волонтерский десант с удовольствием принял участие в уборке снега. Надо отметить, что добровольческая акция «Спасибо за победу» сейчас активно проходит по всей Омской области. Спасибо за помощь. Как же. Все делают хорошо. И в прошлом зиму тоже из школы приходили, помогали. Снег почистить. Даже и не думала, что мне такая помощь придет. Снег хоть маленько раскидать. Очень люблю помогать бескорыстно, потому что есть люди, которые более нуждаются в помощи, чем, допустим, я. Которые живут, может, хуже, чем мы. Которым действительно помощь нужна. Завершилась «Молодежная культурная столица» праздничным концертом. На одной сцене выступили исполнители и коллективы из Омска и Новоаршавского района. Ребята показали танцевальные, вокальные и спортивные номера. А также перед зрителями выступила команда КВН. Областной проект «Молодежная культурная столица» живет своей жизнью на протяжении семи лет. Ранее мероприятия проводились всего раз в год. Но руководители регионального министерства по делам молодежи заявляют, проект нужный и перспективный. Сегодня мы заканчиваем работу с проектом на территории Новоаршавского района. Но мы надеемся, что мы приехали сюда не последний раз. Далеко не последний раз, потому что нас очень тепло встретили. Спасибо огромной принимающей стороне. Следующая «Молодежная культурная столица» пройдет в апреле в Одесском муниципальном районе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова